Привет-привет! Я загляну на мой канал. Меня зовут Лена Босс, и сегодня у меня обзор посылочки с материалами, которых у меня еще никогда-никогда не было. Буду пробовать, смотреть, и вы вместе со мной, если интересно, продолжайте просмотр. Потихоньку я как-то прихожу к тому, что мне все-таки, наверное, нужен принтер. И чтобы решить, действительно нужен он мне или нет, хочу попробовать сделать несколько альбомов с печатными страницами. И вот, собственно, заказала я странички в специальной группе, точнее уже готовые распечатанные странички под блок. Там в этой группе можно и заказать уже готовый сшитый блок, а можно отдельно распечатанный. Я думаю, что надо тренироваться, поэтому заказала просто распечатку на А4, и сейчас будем смотреть. Группа называется Домик печатных блоков. Там вообще очень-очень много разных-разных страничек, вариантов, да, и что плюсом для меня было, что есть отдельные альбомы с фотографиями уже готовых распечатанных блоков. То есть, полисно ты на фотографии видишь, какая будет. Не просто в электронном виде страничка, а уже готовый блок. Поэтому я посидела, посмотрела, много было там вариантов, долго выбирала, какой же именно взять. Но взяла три варианта. Три блока будет у меня разных. Вот такая посылочка у нее пришла. Она тяжелая, почти на два с половиной килограмма. По стоимости доставка вышла знаете, 360 рублей, и 40 рублей с меня взяли за упаковку. Хотя упаковка здесь даже не почтовая, не знаю почему, но, видимо, такая политика в группе. Собственно, 400 рублей за два с половиной килограмма почты России. Еще ничего не открывала. Сейчас буду вместе с вами открывать. Теперь мне понятно, почему взяли 40 рублей за упаковку, потому что вы увидели, сколько там ступеней упаковок было, и крафт, и картонная коробка, и пупырка, пакет, и каждый блок для каждого альбома. Вот тут у меня три блока. Еще в отдельном пакетике. Все со скотчем закрыто. Здорово, что сейчас я не буду путаться. Получается, здесь я взяла один муличковый набор, один для девочки, и один как семейный альбом. Счастливые моменты. Он мне понравился по цвету, что такой практически монохромный черно-белый. Подо все можно, любую обложку сделать под этот набор. Сейчас будем все вместе смотреть. По стоимости, по-моему, там получается, что в группе блоки есть с конкретными ценами, там, например, 30 листов, 600 или 650 рублей. Я оставлю ссылочку, кому интересно, проходите. Вот. А на детский получается, ой, извиняюсь, 20 рублей листочек. Это 250 грамм должна быть плотность бумаги с печатью. Ну, сейчас буду смотреть, печать какая. Ни разу я не делала такие альбомы, и не хочу, конечно, я только на них переходить и для этого покупать принтер. Нет, но для разнообразия. Мне чем привлекают два пункта такие альбомы, которые с печатными блоками. Во-первых, тем, что там много места для записи различных, да, совмещает это как бы функцию маминых сокровищ и альбомов. А часто мама просит в карточки ставить в мои альбомы, и я начинаю вот распихивать вот эти вот все данные на каких-то маленьких карточках. Это не так удобно, мне кажется, когда у тебя на странице вот все написано, это намного удобнее. Хочу попробовать сделать оформленный альбом вместе с распечатанным, что-то в этом роде. Ну, и еще один пункт, который меня привлекает, это такое обилие всяких страничек, дизайнов различных. Подо все практически можно найти странички, особенно вот эти вот странички, по-моему, если я не ошибаюсь, от Карины, фамилию не буду коверкать, да, не помню особенно как, но факт то, что у него очень красивые странички, многие их покупают, и вот обычно, когда что-то такое популярное, многие это покупают, берут и делают, я такая, нет, 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 мне сразу это все не нравится, но не в этом случае, потому что эти странички действительно очень милые, такие прорисованные, красивые. Здесь я не ошибаюсь, это от нее странички, или вот эти вот от нее, ну, в общем, какие-то от нее странички, сейчас будем все смотреть. Распаковала я первый блок, написано, смотрите, в уголочке 40 листочков, вообще в этом наборе, по-моему, что-то около 20 дизайнов, ну, или там страничка должно быть, но я говорю, как-то уже альбом, не солидно делать, уже и заказывать, то заказывать, и взяла 40 листочков, действительно плотные, на ощупь, они, конечно, матовые, но на ощупь такие гладенькие, приятные, бархатистая бумага, двухсторонняя печать, I love you, счастливые моменты, счастливой жизни, что ли, что-то такое, альбом, счастливые моменты жизни, здесь место для записи, что интересно, и мне понравилось, вообще, само устройство, само устройство в группе, есть отдельные альбомы по тематикам, семейные альбомы, там, свадебные, детские, ежедневники и прочее, под каждой фотографией с дизайном, есть еще фотографии, конкретно с дизайнами страничек, что можно сразу посмотреть, какие там внутри странички, этот конкретный альбом, как бы, да, я купила, потому что мне понравился по цвету, ни к чему не обязывающий, и в то же время, мне кажется, тут у меня есть немножко, немножко листочков от Примы, в таком стиле, и она сюда хорошо впишется, я сделаю пару штук оформленных разворотиков, и шивной блок, ну, вот такие здесь странички дизайны, я не знаю, как это они повторяются, не повторяются, одни те же или нет, вот, получается, фотопленочка здесь, и цветы такие, ну, прям, мне нравится очень плотность, единственное, что надо будет обрезать, где мне сшивать, разобраться, вообще, Наталья, владелец этой группы, очень отзывчивый человек, потому что, я с этим первый раз сталкивалась, вообще, с версткой, с печатью, она мне все объяснила подробно, быстро отвечает, поэтому, мне понравилось, так вот, мне с этим совсем еще придется разобраться, посмотреть, вообще по сшиванию блоков, у меня есть купленный мастер-класс, от Жанны Хуснулиной, я уже пару блоков сшила, до этого я просто пробовала, как копский, да, переплет, когда сшивают, наверное, это так называется, у меня вообще коряво-коряво получилось, вот у Жанны переплет на шнурах, мне более-менее, ничего так начало получаться, но я уже, наверное, год такие альбомы не делала, и сейчас, может быть, даже сначала потренируюсь где-то, а потом уже снова попробую на уже таком блоке красивом, потому что жалко, будет сразу портить, а может быть, и мне будет сразу ухода весь блок сшить, сейчас посмотрим детские, больше всего, конечно, мне хотелось детские странички, в планах у меня, когда я заказывала, было взять один набор мальчковый, один для девочки, один семейный, и вот с мальчковым там прям очень много, что мне понравилось, я прям терялась, что же конкретно мне все-таки взять, а вот для девочки я все-таки искала, там много тоже вариантов, но я, вы же знаете, не люблю я девчачью тему, и поэтому мне было немножко сложновато, взяла вот такой, он тоже очень красивый, ну, как-то такая девочка по взрослению, совсем малышковая, и вот я посмотрела, сходила, и вот это, скорее всего, подарок, мне девочки писали, когда в прямом эфире я сказала, что уже сделала заказ в этой группе, что Наталья кладет подарочки, и вот это, скорее всего, они, потому что в основной массе листочков, что там есть по темам, да, под фотографией с дизайнами прописаны все темы листочков, нет там что ли есть листы для вырезания карточки, это, скорее всего, подарок, и это очень здорово, мне так нравится, там, по-моему, и отдельно можно приобрести карточки, но это прям круто, вот эти вот тоже прям я вложу куда-нибудь на форзет, красиво, или просто где-то буду использовать, но посмотрите, какие прелестные дизайны, я не могу, печать вообще мне очень нравится, прям я сейчас уже очень хочу принтеры, но для того, чтобы просто печатать, мне нравится кайфовать от этого, потому что здорово, так все ровненько, я даже не знаю, всегда ли это так, или там куча проблем, когда что-то не пропечатывается, и приходится выкидывать, и карточки, смотрите, двухсторонние, здесь вообще печать без полей, да, вровень, просто можно в скраб-альбом даже ставить в обычной, и вырезалки вот такие, тоже можно и обложку как раз к альбому украсить, здесь уже односторонняя печать, и давайте смотреть дизайны, не помню совсем, как назывался этот набор, я, наверное, оставлю ссылочки в описании к видео, конкретно на эти наборы у Натальи, получается здесь вот корешок длинный, это альбомы с длинными корешками, и вот они, с этими слониками красивыми, чудесные просто, и так приятно их трогать, они такие гладкие-гладкие, я прям себе уже хочу этот альбом, просто свои детские фотки вставить, вклеить сюда, так, здесь просто желтый фон, надо еще разобраться, что куда, по дизайну, хорошо, что там, вот я говорю, есть распечатанный уже готовый блок, хоть посмотрю, как сшивать, место для конверта, есть, тоже домики красивые, ну и цвета мне очень нравятся, и здесь вот это уже подрезать даже не надо, видите, без полей печать, дизайн страничек таков, что легко, здесь у нас мои достижения, моя первая улыбка, когда и как это было, я начала держать головку, я начала переворачиваться, самостоятельно сижу, учусь ползать, учусь ходить, видите, вот этого мне не хватает, скраповых альбомах, конечно, можно и на эту тему тоже что-то придумать, но попробую, в общем, сделать такие альбомчики, красивые, и что мне нравится, именно вот о дизайнах от Карины, не знаю, я вообще не разбираюсь во всех этих дизайнах, вот только ее видела, то, что много разных героев на страничках, в одной теме стилистики, да, и разных композиций, совершенно, а не то, что у нас два дизайна, и они сто раз повторяются на страничке, и такая девчушка есть с зайчиками, просто, с обратной стороны, тут просто для записи корешок, и для фотографии, кто часто делает такие альбомы с вклеенными страничками, напишите, пожалуйста, если вот просто, когда мы сшиваем, и остается корешок, получается, да, друг к дружке, не разбухает ли после вклейки фотографии альбом, потому что мне кажется, когда вот я сошью, две странички, да, сейчас листочек возьму, ну, вот тут у меня будет прослойка в один корешочек, и если две фотки оставляю, уже толще получается, чем корешочек, плюс есть еще, 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 мне кажется, он разбухнет, мне было бы было полезно знать, может быть, я сделаю так, чтобы сошью, чтобы все только с одной стороны фотографии, а другой место для записи, потому что мы обсуждали эту тему с Настей Никольки, она тоже говорит, что ей кажется, что они разбухают после сшивания, моя ножка для отпечатка, вот видите, здорово, ну, чудесно, я, наверное, сейчас буду просто сидеть, еще полдня их, ручка, перелистывать, и смотреть, о, это, наверное, Новый год, отдельный разворот про Новый год, круто, вот эта девочка сразу в шапочке, это что-то с еще мышками, с зайкой, вот такой Новый год, это, наверное, просто раздел про первый Новый год, и с обратной стороны, как бы однотонный, без героев, моя семья, тоже, я не знаю, это как просто вот так друг к другу будут странички, или как это получается, вот такая девчушка, дата, Таинство Крещения пошло, серые штуки, олень, очень много дизайнов, Happy Birthday, днем рождения, вот этот слон с тортами, с шариками, круто, круто, и пошло по месяцам, 12 месяцев, мой рост, вес, наверное, на каждый месяц нужно, есть такая раскладка, и мои достижения в этом же месяце, блин, надо разобраться, как это все сшивать, и не перепутать, пробеговать правильно, 11, мы пошли каждый месяц, они похожи, хотя нет, вот видите, герои тут разные, тут мышка, тут зайчики, с обратной стороны, там тоже где-то слоник, 9 месяцев, круто, так в эти месяцы я пропущу, тоже похоже, затягивается видео, 4 месяца, там есть раскладка, по месяцам, и потом до 7 лет, ну, я что-то до 7 лет уже было слишком много, получается, что детские блоки у меня вышли по 1000 рублей, а вот который, семейный альбом, тот 800 рублей, поэтому, а так бы было до 7 лет еще 1200, я думаю, ладно, для первого раза хватит пока до года, что еще в конце тут у нас, еще какие-то записи тут, выписка из роддома, меня зовут, дата рождения, мой рост, мое первое фото, ромашки прикольные, выжидание, УЗИ, какой котяр, я такого не видела еще здесь, моя мама и папа, этот альбом принадлежит, и просто пустая страничка, наверное, для форзовца, что ли, короче, буду разбираться, как это правильно сшивать, и последний, третий блок у меня, который больше, из-за него, наверное, я делала заказ больше всего, из мельчкового блока, потому что дизайны там вообще тоже крутые, и сверху тоже вот идет в подарок карточки, смотрите, с обратной стороны, блин, ну можно самой печатать скраб бумагу, я не знаю, правда, как она будет долго, как действовать, да, и как она с клеем контактирует, у вас, оказывается, фокуса нет, но по факту очень круто, эти карточки здоровские, прям, кому-то просто в письме послать такую карточку, я бы взяла от восторга, и повесить ее куда-то на мудборд, что-то подобное, так, блок с той стороны сто одинаковый, не знаю, где начинается, вот такие странички, тоже слоники, но немножко уже другие, и с воздушным шариком, ежик, ну так все прорисовано, просто невероятно, и даже то, что в облачках прорисовано, вот тенюшечки, блин, ну я в восторге цвета, так хорошо передает, вот, наверное, принтер у Натальи, у Натальи спасибо огромное, прямо она открыла для меня что-то новое, этот альбом принадлежит, здесь тоже, смотрите, какой крутой воздушный шар, он как будто действительно из хлопка отильды какой-то, так здорово смотрится, и плотность, и плотность, если я не помню, говорила нет, 250 грамм плотность должна быть, ну, по крайней мере, заявляет Наталья, мне кажется, так и есть, плотная бумажка, мои мама и папа, место для фото, видите, вот тут, мышка такая забавная, крутые странички, короче, весь этот обзор, я просто любуюсь страничками, этими крутыми, и прям не захотелось, принтер, но единственное, я не хочу с ним мучиться, сниму кузи, и дата, вот сюда надо наклеить, мучиться с этими дюзами, прочисткой, то подобное, а вот я, дата рождения, рост, вес, время, выбирала мое имя, круто, место для фото, еще, длинные корешки, не знаю уж, как я буду шить, длинными корешками, ни разу не шила, выписка из роддома, первый день дома, похоже, мой рост, вес, мои достижения, не один месяц, сейчас пойдет по месяцам, ага, еще достижения, получается, два месяца, быстро пролистаю, мой сладкий сон, получается, то все было по месяцам, и они прямо одинаковые, все дизайны, одни и те же, мои достижения, и даже герои здесь одинаковые, а здесь уже мой сладкий сон, просто, наверное, фотографии сна, мой день рождения, такой, таинство крещения, что еще здесь, что, моя семья, Новый год, зимний нет вариантов, ну, не совсем зимний, мои достижения, первая улыбка, головку, начал самостоятельно сижу, и ползать, первые шаги, много места, мой словарик, первые слова, я говорю, что означает, зубки есть, смотрите, там я не видела зубки, конечно, могла пропустить, но здесь есть, мое первое путешествие, кстати, мне кажется, не совсем и для мальчика, альбом, универсальный, все-таки, дизайн, и ручка-ножка, просто для места для фото, здесь, здесь что? Все то же самое, просто для дополнительных, наверное, фотографий, листочки, конверт, здесь мамин заметки, много надписей, вот такой заказ у меня получился в магазине, домик печатных блоков у Натальи, честно скажу, я в большом восторге, несмотря на то, что, конечно, это не дешево, хотя, если подумать, 20 рублей листочек, плотные бумаги, распечатанные с двух сторон, где я такую цену видела, то есть, я постоянно же, у меня принтер не одет, печатаю в фотосалонах, так у нас в Москве, в ближайшем фотоцентре, на обычной бумаге офисной, распечатанный цветной листочек, что-то в районе 80 рублей, это с одной стороны, да, а здесь, получается, я за эти деньги, на плотной бумаге, 4 листочка могу купить, доставка, конечно, ну, потому что тяжело, 2,5 килограмма, вот вам и 400 рублей получается, а так, я мега довольна, попробую, если у меня пойдет это дело, и получится аккуратно сшивать, периодически, наверное, я буду покупать у Натальи еще, пока принтер еще в раздумьях, брать или нет, меня пугают вот эти вот все проблемы с ним, вы напишите, пожалуйста, если у вас есть принтер, и вы прям мега им довольны, какой у вас, и сколько там он примерно стоил, чтобы я ориентировалась, как часто вы печатаете, опять же, ну, если есть какие-то советы по сшиванию, таких блоков, тоже мне будет интересно посмотреть, потому что сам-то урок по как шить странички у меня есть, а вот как это все расположить, это надо посидеть, обмозговать, так серьезно, спасибо большое за просмотр, рада, что вы со мной и ставите лайки мне, побольше времени вам на скраб, пока-пока, Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...